Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1394. Разбор ответов Архимандрита Амбросия Юрасова. Вопрос 132. Стою на службе и ничего не понимаю. Может быть потому, что служба идет на церковно-славянском языке? Отвечает Архимандрита Амбросий Юрасов. Знаете, многие говорят, я славянский язык не понимаю. А вот нецензурный язык все понимают и хорошо усваивают. А вот славянский, древний, красивый язык богослужений не хотим понимать. Что же делать? Надо чаще на службу ходить. Если и не будем поначалу все понимать, то начнем многое чувствовать. И язык постепенно откроется нам. А самое главное, надо как-нибудь вечером сесть, отрешиться от всего и проанализировать всю свою жизнь. Вспомнить все грехи, прийти на исповедь и покаяться. Вот тогда душа очистится, раскроется и начнет воспринимать богослужение. Комментирует ответ Архимандрита Амбросий Юрасова Игнатий Тихонович Лапкин. Шаблонно, как под копирку, отвечают на этот вопрос все любители тьмы. Люди говорят, не могу понимать. А они отвечают, кайся, будешь воспринимать. Или не понимают уже русской речи, или просто привыкли дурить людям головы. Если человек не понимает язык, он поступает в институт иностранных языков. И вы это хорошо знаете, что когда учились в семинарии, академии, вам преподавали церковно-славянский язык, который изучается по тем же принципам, что и иностранный. Падежи, окончания, глаголы, спряжения, язвительное наклонение и прочее. Почему вам преподаватель не отвечал так, как вы темните народу? Только вообразите, что ваш профессор дает ваш совет студентам, как выучить язык, который он не понимает. Надо как-нибудь вечером сесть, отрешиться от всего и проанализировать всю свою жизнь, вспомнить все грехи, прийти на исповедь и покаяться. Вы же смеетесь в наглую над людьми, если такую записку напишет вам студентка, что ей не дается математика, или история, или медицина, или английский язык. Вы никогда не дадите ей подобные советы, а здесь можно помудровать над затюканными бабушками. Вы этот язык и сами-то совершенно не знаете. Послушайте хоть один раз, что об этом языке говорят не обновленцы, а святые. Есть вещи крайне нужные, говорит святитель Феофан Затворник, о переводе службы на русский язык. Разумею, новый, упрощенный и уясненный перевод церковных богослужебных книг. Наши церковные песнопения все назидательны, глубокомысленны и возвышенны. В них вся наука богословская и все нравоучение христианское, и все утешение, и все устрашение, внимающий им может обойтись без всяких других учительных христианских книг. А между тем, большая часть из этих песнопений совсем непонятны. А это лишает церковные книги плода, которые они могли бы производить, и не дает им послужить тем целям, для коих они назначены и имеются. Ныне, завтра, надо же к всему приступить, если не хотим нести укора за эту неисправность и быть причиной вреда, который от этого происходит. Журнал «Душеполезное чтение», 1896 год, номер 10, страница 462. «Горе вам, что затворяете царство небесное человеком». Евангелие от Матфея 23.13. «Это сказано архиереям, которые и сами не учат народ спасительному пути, и священников не заставляют это делать. Сказано священникам, которые оставляют народ в небрежении, не заботясь объяснить им, что нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте. Одна часть остается в уверенности, что идет правильно, а другая, хотя и замечает, что у нее не так идет дело, но не идет куда следует, потому что не знает, как и куда идти. От этого разные нелепые понятия в народе, от этого легко находят доступ к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно, и хватается за дело только тогда, когда это зло разрастается, выходит наружу. Но тогда уж ничего не поделаешь. Священник первым делом своей совести должен считать совершенствовать взрослых в познании христианской веры, а юное поколение готовить с первых сознательных лет, объясняя им то, что им нужно и можно знать, когда и как будет удобней. Феофан Затворник Из материалов Священного Собора Российской Православной Церкви 1917-1918 годов Пункт 4. Определение А2.1 Введение Священного Синода наблюдения за исправлением и переводом текста богослужебных книг и с одобрения Церковного Собора благословения на печатание. Доклад о церковно-богослужебном языке принят решением Собора. Первое. Славянский язык – основной язык нашего богослужения. Второе. В целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию простого народа признаются и права общерусского языка для богослужения. Четвертое. Частичное применение общерусского языка в богослужении, чтение Слова Божьего, отдельные песнопения, молитвы, замена отдельных слов и речений и тому подобное для достижения более вразумительного понимания богослужения при одобрении его церковной властью желательно в настоящее время. Пятое. Заявление какого-либо прихода о желании служить богослужение на общерусском языке в меру возможности подлежит удовлетворению по одобрении перевода церковной властью. Восьмое. Высшее церковное управление неотлагательно должно озаботиться изданием богослужебных книг на параллельных славянском и общерусском языках. Когда пойду на суд душой, прошу я всех усиленно В могилу, занятую мной, забейте кол осиновый Что заслужил, то получил Что пользы в отпевании, когда и часу я не жил в любви и покаянии Друзья мои, молю в слезах, составьте надпись частную Здесь похоронен лжемонах, увы ему несчастному Он был второй искариот, обеты не исполнивший Ему награда всяк поймет в утробе преисподнейшей Спасибо за господи, друзья Вы все прекрасно поняли И надпись, под которой я с любовью исполнили И романах, роман, матюшин, 1983 год